Нажал? Добрый день! Всех приветствую на канале Баханиты, Батская область. С вами я, ее ведущий Влад. Сегодня суббота. Пока жена занята своими делами на рынке, у меня есть свободное время. Приехал сюда, чтобы поторговать. Чем поторговать? Своим фейсом. Ну и сразу взял с собой щенка, для того, чтобы постоять. Народ. Народ, чтобы удивить, поспешить. Это был серый. У нас в районе вот такой вот рынок. Я человека попросил, чтобы снял, а потом я буду снимать сам и покажу, что и кого есть. Ладно, я буду снимать. Для детей аттракционы устроили. Да, морковку они любят. Видно, что живут в городе и ничего не видят, кроме картинок. Там, а что, не взяли в городе? Что ты тут делаешь? Николь. Ладно. 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 Что жительного? Двести пятьдесят рублей я держал, что ли? Пусть так вором берем. Не знаю. Возьмешь ящик, агробируемся. Да? Ты же боялась что-то покупать. Это твой тусик? Да. Да. Опять тусик. Домой, знаешь, как хорошо тебе перестал. Сергей, в прошлый раз не получилось. Ты расскажи про кролика. Что это за порода? Это баран. Ну как баран, так и есть название? Французский баран. Вот так руки возьми. Возраст какой? Семь месяцев. Семь месяцев, ему десять. А, то есть, я... Чуть-чуть. Он уже открыть может? Да, этот уже открыть не может. Ну, почти семь килограмм на весу. Я его вчера свешил. Ну, он у тебя спокойный, не бегает, и ничего нет. Простых возьмешь, вот сразу уносится. Когда с ними это, они это. Ну, спокойный. Когда... Уже меня поцарапают. Когти-осперы. Вот этим заниматься нельзя. Вот пахнет какой, а. Вот же дёрзкий, а. А, пытается... Да он не был, надо было девочке ему выдать, когда он сегодня спокойный был. Видишь, я какой спокойный. Да. Да. А дай быстрее кладь, я же вижу. Здрасте. Не мечись-то, елки-папа. Нас сарапают. А этот... Это, по сути, он великан. Но он альбинос. Нет. Нет? Нет, у него глаза голубые, видите? Альбинос. У них красные глаза. А это голубые. То есть, это такая и есть порода? Да, такая порода и есть. У него уши, что ли, короче, или что? Или он просто маленький возраст? Нет, это тоже большое у меня. Давно у меня, полтора года. Я позвоню тебе. Я позвоню тебе. Я просто уеду. У него зубы. Он просто резиновый, конечно. Какой этот? Да. Замазал. У вас что, дрессированные? Да, они у нас сам дверь открывают. Ты тут простой кролик. Вот погоди ты, работают. Вот здесь не разрешено. Ну, как? Он что, определяет, что это самочка, что ли? Конечно, наверное, запах есть. А, когда она в охоте, он уже к ней лезет. Ну ты поменяй. Поменяй. Сюда зацепился. Ага. Смотри, какой. Ага. Ты кобеля найди. Да он на маленьких, наверное, будет сажиться. А? Он весь уже успел вырвать у него кох. У них, эти, когти-то как, это, как сабли. Надо вот так вот посадить. Ну, вот для сравнения. Вот обычный кролик? Ну, это обычный. Этому два с половиной месяца. А вот этому вот. И морда совсем другая. Три, ну. А вот это три, три это какое? Это вот. Это вот большой белый великан. Ну, ну, ну. Вот тебе разыкало. Ну, и морда отличается сразу же. Да, ну. Так как эта клетка тоже может для кроликов, что ли, можно держать? Или это часть просто? Это... Гнездо, гнездо. Ну, это маточник. А, для кролихи. Здорово. Здорово. Для кролища. Сейчас я вот эту клетку посмотрю. Сергей, вот ты мне... Вот скажи, как ты определяешь, значит, что кролиха пришла в охоту или нет? Вот мы ее сейчас садили, кролу, другой породы. Он сразу же, сразу же увидел, сразу давай на нее лезь. Ну, вот кролиха, если у нее в клетке сидит, она, если у нее баночки стоят и кормушки, она начинает, перестает есть, начинает переворачивать и баночки, и это. Ну, и определяешь, как бы визуально, смотришь у нее, как назвать. По-прихвостке, да? По-прихвостке, ну, смотришь, если она красная, то, значит, она гуляет. Собирается. Да. Значит, она гуляет. Можно ее крову подсадить. Меняется поведение, обычно она начинается, становится более... Ну, более агрессивно она становится. А вот этим кроликам уже нельзя покрывать, потому что вот этим? Нет, ну, большими кроликов, простых кроликов, у нас называют их простыми, их покрывают такой же породой стараться, чтобы маленькие были. А то иначе кролята будут большие, могут быть... У нее потом, она не сможет их разродить. У нее потом, она не сможет их разродить. И ему надо тоже самца такого же породы, чтобы у них кровосмешения тоже не было. Понятно, понятно. Ну, хорошо. Спасибо. Закончу сегодня репортаж. На улице довольно-таки прохладно. Весна наступила, но тепла еще нет. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Всем пока.